Вот, казалось бы, Домодедово, современный аэропорт, в Москве, новый, отсюда вылетает 160 самолетов в день. Но здесь нету банкоматов, нормальных банков, там Тинькофф, Ситибанк, Райфайзен, Альфа. Зато здесь есть ЗАПСИП КОМБАНК. ЗАПСИП КОМБАНК. В этом году, второе воскресенье сентября, я решил провести в Беларуси. И да, вы сейчас видите, это Беларусь. Если присмотреться, то на полях можно видеть картошку, а за ней притаились танки. Именно поэтому я сюда приехал, потому что второе воскресенье сентября, это День Танкиста, а это Офис Варгейминг. Пожалуй, самое главное здание в Минске. Тут очень круто, есть селфи-зеркало и вот такие крутые цифровые информационные панели, где можно посмотреть, например, новый выпуск сравнений. Но и в целом Офис очень и очень крутой, но больше всего меня поразил здесь музей. Я помню, как раньше фанаты танков на том же Игромире делали обычные рисунки, там, ну, дай бог на Ватмане. А сейчас они делают вот такие крутые, реалистичные поделки, очень сложные работы. Как будто бы в танки играют только дизайнеры и какие-то модельеры, или я даже не знаю, как назвать. В общем-то говорят творческие люди, особенно которые могут собрать танк внутри лампочки. Это поразило меня больше всего. Ну, а еще, наверное, настоящий МС-1 и самолет, который висит у них прямо в столовой. То есть люди там едят, а самолет висит прямо над головой. И посмотрите на их цены. Это же заоблачные цены для какой-то обычной столовой. Да, вообще, на самом деле, в Минске большая проблема с ценами. Например, вот цена в Бургер Кинге. Итак, друзья, по уже, наверное, сложившейся традиции, я, когда куда-то путешествую, показываю вам номер, в котором я останавливаюсь. И сейчас мы ищем 628 номер в отеле Ренессанс. Вот такая карточка. Мы ее прислоняем. Сразу где-то загорается свет. Везде загорается свет. У нас тут есть зеркало. Вы видите, что я снимаю на селфи-палку. Какие-то очень интересные гели для душа и шампуня. Тут есть тапочки, даже вот с такими бирками. То, что это обувь. А вот знаете, как можно отличить хороший отель от плохого отеля? Если отель хороший и он убран, то туалетная бумага вот таким образом свернута в треугольничек и вот так вот сверху лежит. Это 100% гарантия того, что в номере уже убрались и здесь все чисто. Ну, это, собственно говоря, можно заметить просто на него, посмотрев. Для деловых людей в шкафу находится вешалка. А вот таких штук я в отеле вообще никогда ничего не видел. Это устройство, предназначенное для защиты органов зрения и дыхания во время пожара. В холодильнике у нас находится абсолютно полный мини-бар. Ну и вот так, в принципе, выглядит весь остальной номер. Тут от World of Tanks уже лежат какие-то подарки. Виртуальные экскурсии. Это, я так понимаю, журнал для наклеек World of Tanks. И вот такой бейджик прессы, который мне пригодится завтра. Ну, а так как сейчас уже поздно, за окном вы видите ночь, самое время спать. И чтобы продемонстрировать, какая здесь мягкая кровать, я не просто прыгну на нее, а прыгну на нее вообще с разбега. Вот так. Я, наверное, прям так лягу спать. И увидимся с вами завтра на линии Сталина. Ну и самое главное, это, конечно же, не офис варгейминга и не отель, а непосредственно день танкиста на линии Сталина с двумя очень глобальными реконструкциями сражения Великой Отечественной войны и Афганской войны. Тут очень много разного интерактива. На стене можно было ставить свой вот такой автограф мелом. Было очень много зон для детей, где можно было порисовать, и для взрослых, где можно было пострелять или полазить по настоящим действующим танкам. Ну или покататься вот на таком мотоцикле. Я тоже сходил вот на такое кладбище старой техники, попрыгал на самолете и подержался за какую-то такую белую часть в БТРе. В принципе, остался доволен. Но в целом, всякие разные танки Второй мировой войны, можно посмотреть на них вживую, многие из них даже ездят. Ну а детям, в принципе, это неинтересно, они вот танки раскрашивают. И поверьте мне, это делают не только дети. Весело, в принципе, было всем. Ну и вот мы уже находимся на линии Сталина. И первое, что хочется сказать, здесь безумно красиво. Буквально через полчаса начнется реконструкция сражения Великой Отечественной войны. Танковая, соответственно, со взрывами, это все будет там. Поэтому здесь сейчас находиться небезопасно. Не только потому, что здесь все будет взрываться, а потому, что по всей территории находится абсолютно настоящая колючая проволока. Вот, она здесь просто везде. Мероприятие очень большое, поэтому по всей территории находятся вот такие информационные карты. И вот мы видим, вот здесь будет реконструкция, а вот здесь можно покушать. Мероприятие идет два дня, соответственно, 12 и 13 сентября. И вот сейчас мы видим, в час будет реконструкция вот с такой вот техникой. ПЗ-111 СУ-100. Ну, короче, вы наверняка все это знаете, вот. А я узнаю об этом прямо сейчас. ПЗ-111 СУ-100. Селфи, 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 селфи. А я же на самом деле это видео. День танкиста в этом году на линии Сталина получился очень глобальный, колоссальный и интересный. Тут повсюду стреляют орудия разного калибра. Вот там можно пострелять из автомата, вот там пострелять на танке. На главной сцене можно выиграть всякие различные призы от World of Tanks. И еще посетители катают на вертолетах. И самое главное, что все это посетители получают за такую небольшую сумму, всего 150 тысяч рублей. Нет, нет, вы не подумайте, это 150 тысяч белорусских рублей. А если переводить на общий курс, то это где-то примерно 7 долларов стоит входной билет. Ну, то есть это где-то 500 рублей получается, правильно? И за все это вы можете пострелять на танки, получить футболку World of Tanks. А еще всем посетителям, вот у меня на простоете написано, дают 5 дней премиум аккаунта. Ну, а я хочу сказать огромное спасибо компании Wargaming за то, что они предоставили вот такой пейджик, по которому пускают абсолютно везде и всегда, даже можно посетить в настоящем танке. Реконструкция это вообще отдельная тема, получилось очень зрелищно. Мало того, что этих реконструкций целых две, так они еще идут два дня, то есть этого всего четыре. Единственное, что портит впечатление этой реконструкции, это летающие дроны. На видео они везде фигурируют, их было даже, наверное, больше, чем танков, и по-любому все на них обращали внимание. Короче говоря, они его отвлекали, но это на самом деле того стоит, потому что с дронов получаются очень зрелищные кадры. Я прообщался с людьми, которые снимались с этих дронов, они пообещали сделать все очень интересно, поэтому ищите в интернете репортажи других участников, у них как раз таки есть эти записи с дронов, и там вот действительно есть такие кадры, которых нет ни у кого из пресса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Беларуси вообще с фастфудом достаточно напряженная ситуация, но, тем не менее, здесь есть Макдональдс, и мне удалось выцепить вот такой небольшой пакетик, но сразу скажу, очень дорого, целых 76 тысяч рублей. Но, опять же, вы не пугайтесь, это 76 тысяч белорусских рублей. Вообще в Беларуси, я так понимаю, денег не считают, вот здесь у меня какая-то пачка денег, это сдача от размененной обычной, тысячи русских рублей. Давайте потихоньку разберемся, дорого или это, или дешево сходить покушать в Макдональдс в Минске. Единственное, что я могу точно сказать, здесь определенно вкусная деревенская картошка. На 76 тысяч белорусских рублей вы можете перевести их в российские, достаточно поделить их на 270, и посмотрите, сколько стоит такой пакет в рублях, и в него входит картошка по-деревенски, обычный самый настоящий чизбургер, 6 чикен-наггетсов и 2 вот таких соуса. Вот, все это вместе стоит 76 тысяч рублей. И вот столько вот вам дают сдачу, если вы расплачиваетесь одной тысячей российских рублей. Это же просто целая уйма денег. Посмотрите, тут есть купюра в 100 тысяч рублей. 100 тысяч. Вот, но на самом деле я вас обманул, и картошка в Минском Макдональдсе абсолютно такая же, как и московская, потому что в Москву картошка для Макдональдса, Бургер Кинга и для KFC абсолютно вся везется из Белоруссии. Поэтому, что у нас, что здесь, на вкус Макдональдс абсолютно одинаковый. Только стоит он в 270 раз дороже. Собственно говоря, шлем виртуальной реальности от World of Tanks вот пакуется в таком конверте, что уже само по себе странно. Вот такой обычный бумажный конверт, но внутри находится самый настоящий шлем, который работает по такому же принципу, как и Oculus Rift, только стоит гораздо дешевле. Вот так это выглядит, уже практически готовая собранная модель. Так, здесь нету никакой инструкции, поэтому, наверное, вот тут надо загнуть как-то типа вот сюда. Так. Вот так. И, то есть, это вот такая как бы коробочка с двумя линзами. Вот так это я в ней выгляжу. И теперь осталось только сюда поместить телефон. Это, я так понимаю, вот так. И типа закрепить. И в итоге мы видим, что там у нас внутри изображение. Вот так это одевается. И получается как бы вот такой бюджетный Oculus Rift. В двух словах, как это работает. Мы находим специальное видео панорама 360 градусов. И как мы видим, когда я кручу телефон, то кадр вместе с картинкой тоже меняется. Здесь же есть специальный режим для 3D очков. В итоге все оказалось даже проще. Мы просто сканируем QR-код, который находится на боковине очков. И в итоге мы попадаем на виртуальную экскурсию по танку Sherman, который снимался в фильме Ярость. Теперь нужно только переключить его в режим виртуальной реальности и подсоединить в наш, так сказать, аппровизированный Oculus Rift. Получается это в итоге вот так. И когда мы начинаем крутить головой, мы действительно оказываемся внутри танка. И можно посмотреть здесь буквально каждую трещину, каждую дырку от снаряда. Все видно, при том очень даже хорошо. В общем-то говоря, штука очень инновационная, крутая и, самое главное, картонная. Это облегченная скорострельная противотанковая 76-мм пушка М1, которую американцы устанавливали на М4 Sherman. Изначально она не подходила для танков с башней старого типа, как у Sherman Firefly. И танкистам она не нравилась. Ну и закончить мое видео о поездке в Минск. Логично было бы, наверное, на культовом месте, где находится государственная библиотека. Очень, на самом деле, странное сооружение. Что касательно Дня танкиста, то мне очень понравилось. Во-первых, потому что это был мой первый день танкиста. Я поел на полевой кухне. Это гораздо лучше любого фастфуда. Ну, а еще я понял одну вещь. То, что Wargaming и World of Tanks — это не просто игрушки. Это еще и вот такие оффлайновые мероприятия с реконструкциями и какой-то такой веха истории. То есть я там узнал про новый танк. Возможно, я после этого даже начну играть в танки, потому что до этого я думал, что это просто такая как бы аркадная игра. Но оказывается, что ребята очень много сил сюда вкладывают. И все это как бы, ну, недалеко от истории. Если вам тоже интересно, как выглядят танки по-новому, то ссылка обязательно есть в описании. Ну, а напоследок я хочу сказать только одно. Wargaming в этом году еще выпускает и World of Warships. И стоит надеяться, что в следующем году они организуют День военно-морского флота где-нибудь в Владивостоке. И реконструкции там будут более глобальные.